Мы живем в деревне сельской местности. Он прогнал соседских коров до его, до соседского подворья и уехал. Сосед вызвал сотрудников ДПС. И ему, в общем, написали, что он якобы сбил корову и с места ДТП скрылся. Ну, мы тут судились у нас в районе, два суда проиграли, написали на Краснодар. Краснодар нас тоже не оправдал, проиграли. Вот. Трава у него забрали, год и три он проходил без страх. Но у нас уже срок прошел, там, я не знаю, сколько, около двух лет, наверное, да, уже прошло. Да, ему вот это вот судили, ждали Краснодар, там проиграли. Вот теперь думаем, стоит ли нам писать на Москву, оправдают, не оправдают. Я понял. А у вас копии материалов дела есть? Вы фоткали все это дело? Краснодара, когда все это пришло, мы ознакомились, он все пофотографировал, материалы на руках у нас есть. Если хотите, мы можем вам спросить, может, вы посмотрите, там что-то посоветуете нам. Ну, тут в любом случае нужно изучать материалы дела. Смотрите, такой вопрос. А какие доказательства, подтверждающие, что он совершил ДТП? Есть в материалах дела что? Там, получается, были три свидетеля. Ага, только свидетели, да? Ну, как бы, да. И то там свидетели дочка потерпевшего, ее парень. Ну, как бы, они не расписаны, живут вместе, но как бы в гражданском браке. И абсолютно посторонний человек, вот жительница нашего поселка, она одна единственная, которая говорила, что, как бы, ничего она не видела, и это просто невозможно видеть, потому что они машину видели сзади. А все это происходило перед машиной, ну, как бы, столкновение с коровой, ну, как вот он ее гнал. А они говорят, что он якобы ее три раза ударял машиной, корова упала. Ну, корова действительно упала перед машиной, потому что была грязь, был дождь, она подскользнулась и упала перед машиной. Он развернулся и уехал. И все. Потом корова стояла столько времени, все было прекрасно, все было хорошо. А вечером они привезли уже ветврача, и у коровы уже был перелом задней ноги. Корова взрослая, ей 10 лет, ну, как бы, там кость у нее, ого-го, какая. А на машине был оторван только небольшой фрагмент пластика от бампера передней части. И то, у нас, как бы, ранее мы в феврале месяце разбили его, было ДТП, нам там машина съезжала и ударила нам в машину. Он был у нас расколотый, и вот мы полгода на ней проездили с этим расколотым бампером, и вот тут с этой коровой у нас получилось вот такое вот, ну, как бы, он, может быть, там и отпал этот кусок пластика. Но я не думаю, что этим пластиком можно было так корове сломать ногу. Я понял, а вот, ну, вы говорите, было раньше ДТП, а может быть, фотографии какие-то есть? Обычно, когда вступаешь... Были, были, мы приложивали и фотографии, мы туда приложивали с этого ДТП, и схему, и сам вот этот, как этот лист, составленный протокол вот этот вот, что ДПСники составляли. Мы это все туда в дело приложили, но судья сказала, что якобы там просто трещины на бампере, а здесь не хватает целого фрагмента. Поэтому она сказала, что незначимая это, в общем. Понятно. А вы обжаловали, значит, сначала мировой судья рассматривал, потом районный рассматривал, да? Да, 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 и мы проиграли. И сейчас вы хотите, чтобы рассматривал именно уже вступившую в законную силу касационная инстанция, правильно? Ну, касационная, это же Краснодар уже рассматривал у нас касация, уже была Краснодар. Ага, была и дальше теперь уже, чтобы обжаловать. До Верховного, правильно? Да, дальше. Верховный, да. Ну, если вы считаете, что вы правы, конечно, нужно идти до конца и спробовать все методы, потому что если, ну, на самом деле нет законных оснований было привлекать, если у них все построено на предположениях, то надо обжаловать. От этого, скажем так, ничего не убудет, но раз оно вступило в законную силу, я так понимаю, ваш супруг права уже сдал, то есть идет отчет, правильно, лишение его прав. Он уже срок, уже все, закончился, он уже права получил, он уже с правами ходит. А, даже так? Ну, тогда тем более вас ничего не напрягает, скажем так. Конечно, обжалуйте, обжалуйте даже ради спортивного интереса доказать, что вы все-таки правы были. Потому что, вот, скажем так, жизнь и там кто угодно вознаграждает тех, кто не сдается, понимаете? Верховный суд увидит, когда вы дошли до Верховного суда, и он немножечко по-другому на это посмотрит. Ну, по крайней мере, я так думаю, надеюсь, что будет именно так. Мы когда запрашивали видео, чтобы они с регистратора дали, они, во-первых, поставили машину перед двором, не перед местом ДТП, якобы, а перед двором. И все, что они рисовали на схеме, оно не попало на видеорегистратор их. Дозоров у них не было ни у кого. Это первое нарушение. Второе нарушение, что протокол составлены там вот два с чем-то, а свидетель и понятой, он один и тот же человек, он пришел в три. На видеокамере, когда уже возбудили уголовное дело, нам предоставили видеорегистратор, этот видеозапись. Ну, понятно, они ее там подкорректировали, звук убрали, там не слышно эти переговоры, договоры, что делать с этим делом. И там видно, что этот свидетель приходит в три. А схема составлена там либо в час с чем-то, я уже не помню, но не в три часа. И они сами на суде заявляли, что он пришел, этот свидетель, который главный был по этому делу, в три. Уже как бы схема не попадает. Ну, просто у нас был такой юрист, как бы, мы считаем, что он там засланный, и он как бы ничего толком и не делал. Ну, понятно, смотрите, вот то, что вы мне сейчас рассказываете, мне все равно нужно изначально сначала изучить дело, а потом то, что вы будете говорить, потому что сейчас вы мне говорите, я не могу зацепить эту информацию ни к чему, то есть я не владею ситуацией. То есть изначально нужно... Возбудили еще уголовное дело о том, что умышленное уничтожение чужого имущества. И по этому делу меня тоже признали виновным, и мы опять все проиграли кассации, вот это вот все. Какой приговор был? Ну, возместить, и у меня 340 часов строительных работ, я уже все их отработал, и уже права получил, и часы отработал, и уже возместил. Ущерб этот списали у меня там. Я понял. А какая у вас машина? Рено Логан. То есть они хотят сказать, что это Рено Логаном таранили корову, что ли? Они на это утверждают. Мы делали экспертизу о том, что не было удара, даже по схеме передвижения, по повреждению автомобиля, там только не было кусочка бампера. Ни фара, ни капот, все целое абсолютно. И эксперт доказал о том, что при таком повреждении типа коровы, была машина разбита, она от коровы села бы жопой на капот, ну и максималка в лобовое прилететь. Короче, а они экспертизу эту не приняли, отвергли и сказали, что она добыта неваконно. Это по уголовному делу, да? Да, по уголовному делу. И они в экспертизу свою, у них такая экспертиза, они приехали до типа говорят, вот этот бампер от Рено Логаном невозможно доказать, что это бампер кусок от бампера Рено Логан. Они говорят, о, все, он сказал, что это да, бампер Рено Логан. Вот так. Ну, короче, там... Я считаю, что он проплаченный, что по правам, что по этому, мы не можем выиграть. Я не знаю, юристы либо не на то ссылаются, либо просто реально... А когда у вас состоялся приговор? Вот касацию мы 19-го в Краснодаре по уголовке проиграли. Так, 19-го этого месяца? Да, октября. Вот сейчас должно прийти. Завтра поеду смотреть уголовное дело, должно прийти решение. Надо, надо и обжаловать в любом случае. Вижу, что дело интересное. Надо, конечно, изучить первоисточник, то есть административный материал и уголовный, желательно тоже, чтобы картину иметь. Ну, уголовное у нас там просто 6 томов. Понятно. Ну, смотрите, по уголовному делу вы признали вину, нет? Нет, нет, я не по административски, потому что я этого не совершал, и у меня позиция, как бы, этого не было. Там ДТП 100 метров от дома, я мог машину поставить и прийти домой. А они мне вешают, я говорю, вы что? Так она там, знаете, еще что? Корова в одном месте, а прошла 12,5 метров по схеме ДТП. Я говорю, как она с разгробленной ногой? Они же не знали, что у меня видеосъемка есть. Они сначала заявляли, что корова упала и больше не вставала. А потом, когда узнали, что у меня видеосъемка есть, там частично видно, что корова стоит и с ней все хорошо, она перемещается, передвигается на всех ногах, и они начали заявлять, что да, корова, мы ее укололи не токсом, там, лекарством, корова стала перемещан под воздействием лекарства. Это потом они уже стали менять показания. Ну, суд на это не обращает внимания абсолютно. Говорит, что все законно, все хорошо. Угу. А какой умысел у вас был? На причинение вреда чужому имуществу? В чем смысл было с их точки зрения совершать вам это преступление? Конфликтные отношения с соседом. У него коровы два года ходят без присмотра. Мы писали, жаловались районную, поселение, а поселение не принимало никаких действий. Глава сказала, я не хочу ни с кем ругаться. Я говорю, понимаете, что у меня уголовка, права забрали из-за вас, потому что от вашего без действия. И все. Не, но до того момента, как это все произошло, у вас был конфликт с этим человеком, владелец коровы? Нет, абсолютно. Мы просто жаловались в район о том, что его коровы ходят без присмотра. Они мне портили имущество, рлоны раздалбывали на 15 тысяч. Мы писали, бесполезно, никто его не оштрафовал. Я понял. Ну, так это и есть конфликт. Если вы писали жалобы на человека, в уголовном деле эти материалы были о том, что у вас была конфликтная ситуация, именно подтверждающая вот этими жалобами в администрацию? Нет, жалоб этих нету в уголовном деле. С их слов все сказано, что он на меня жалуется. Административное дело в адвокацию приложили о том, что в район писали, вот и все. А в уголовке нет, в административной технике. Ну, а административный материал приобщен к уголовному делу? Нет, они оттуда с уголовного дела, с административки в уголовную вложили основную часть это типа схема ДТП. Они на нее и опираются, что типа схема есть, значит ты совершил. Тебя признали потом виновным, значит ты здесь виноват. Вот так они говорят. Какие доказательства были того, что у вас была конфликтная ситуация с этим человеком в материалах уголовного дела? Никаких. Абсолютно никаких. Ну, так не может быть там. То есть, я предполагаю, что свидетельские показания только и все? Или что-то еще? Да, конечно. Дочка его, с дятем, и этот потерпевший сказал, и все, а бумаг никаких нет. Для вас и все, и все, и все. А да, это не важно, это все. Я так не могу вам ничего сказать, потому что вы внутренне думаете какие-то атак, и вы можете ошибаться. Поэтому мне нужно изучить материалы дела. Потому что, то, что там есть реально, и то, что говорите вы, может не соответствовать. Да, да, я понял. Поэтому я чисто так вот контрольные вопросы задаю, чтобы просто иметь какое-то представление. Вот. Но я понимаю, что без изучения материалов дела здесь не обойтись. Поэтому, ну, давайте начнем с того, что административное дело вы мне сделаете так вот, раз он маленький том, я, по крайней мере, посмотрю, что там есть. Вот. А потом, если, как говорится, будет интерес, то можно будет уже и уголовное дело посмотреть. А то, что обжаловать надо, в любом случае, надо обжаловать. Так мы ее обжалуем, мы не сдаемся, конечно, уже столько нервов, всего, и средств, и все потрачено, но, как бы, справедливости пока не видно. Ну, у вас тоже там приговоры, смотрю, неоправдать. Да это фигня, я его все равно отменю. Ну, мы надеемся на справедливость, потому что, ну, если бы это было законно, как бы, я бы на месте отдал бы, и все, и так, я бы никуда не выезжал, и просто, ну, я говорю, я в суде заявляю, я говорю, понимаете, что я кусок бампера опять сейчас возьму, вот вы мне кость даже положите на стол, я буду долбить, я в жизни не поломаю эту ногу, в жизни не поломаю, да им по барабану, ну, вы сами знаете, суд принимает в сторону ментов. Ну, там корова, скорее всего, просто подскользнулась, и от старости, хрупкости костей просто сломала себе ногу. там даже банальнее, в 6 часов вечера дядь сам переломал мне ногу, потому что, ДТП якобы случилось 12 дней, там единственное, что вот я глупость совершил, не было юридических таких, как бы, познаний, надо было просто включить телефон, и не было бы ничего, заснять полностью от начала до конца корову, они простояли менты 6 часов там, понимаете, и корова до 6 вечера стояла на всех ногах, стояла, перемещалась, они ее привязали за рога, чтобы она не ушла, они ее там охраняли, стояли, даже на видео есть, мы опирались, делали слайд о том, что вот корова перемещается задний, на передний, передвигается, пасется, но суд говорит, что это все ерунда, а в 6 часов уже, когда, даже, ну, не в 6, а в 7, я пришел, когда они привезли ветрача, корова реально лежала, у нее реально была переломанная нога правая, ну, все, она вставать уже не могла, а все это время она ходила, ложилась, вставала, опять ложилась, вставала, и сам ветрач заявил, что с данной травмой корова, если легла, то она уже не встанет, все, а они говорят, что дай отсюда, ерунду чешите, ну, непонятно, что позиция у нас, завалить и денег продрать. Ну, для суда это понятно, что оправдательный приговор, в принципе, не может быть, потому что это реабилитация, это надо всех доказывать, поэтому они очевидно не видят. Ну, тут только... И они от всех от нас, которые были, а судья не принимали, и даже дело, когда расследовали, порядок же ведения дела в суде, да, они его нарушили, предоставляла сначала сторона обвинения, потом, когда наша, мы должны были предоставлять ее сторону защиты, они сказали, а у вас был шанс? Все. Мы говорим, ну, нам надо вед врача вызвать и задать, вот, предоставить ему фотографии и задать вопрос. Она сказала, а у вас был шанс задать вед врачу вопрос. Мы говорим, а как мы могли, если сторона обвинения задавала, и она вела? Сейчас наша очередь, они сказали, нет, все в законе. Вот так она заявила судья. Но это процессуальное нарушение, грубое. А зафиксировано протокол, у вас есть аудиозапись протокола? Да, аудиозапись протокола, все есть абсолютно. А в касации ссылались на это? По-моему, да. Ну, суд-то я был присутствовал на касации, Краснодар абсолютно идентично ведет, что прокуратура, что суд вообще по барабану, как будто мы просто находились в районе, они ездили в Краснодар. Абсолютно по барабану, вот просто, нейтрально. Он вышел, судья, вышел, пять минут зашел, зачитал обвинения, решение все. У них уже на готово было. Ну, понятно, понятно. Ну, вот в такой стране мы живем. Да, вот это все обидно, что ты не виновный, а тебя нахал. Да, очевидные вещи. Ну, давайте испробуем, испробуем варианты, тем более я буду тоже писать жалобу на уже касационную инстанцию. Ну, вот вместе и напишем. Мы по своему уголовному делу, я по своему уголовному делу. У меня-то вообще беспредел, у меня просто дело без меня даже рассматривали. Ну, да, да, я смотрю все ваши ролики. Это я не говорю о том, что я ничего не совершал, как бы это отдельная, отдельная история. Ну, в принципе, без меня меня судили. Какого-то чукчу меня по назначению поставили, который меня ничего не защищал, абсолютно ничего. И они считают, что это нормально. Ну, у нас судья тоже хомила вообще. Это просто безобразие какое-то творилось. Маглое. И все, что все ходатайства, которые мы заявляли, она все откладывала. Нет, нет, не принимаю. И все. Абсолютно. Даже экспертиза, я же говорю, о том, что она заявила, они сослались о том, что эксперты... А мало того, что украли листы с дела, мы заявили, я пришел ознакомливаться, с экспертизы пропали листы именно у доказательная база, их там не было. Я написал заявление, они сами же себя проверили, сказали, все хорошо. Листы просто не прошиты, хотя они были пронумерованы, дело не прошито, поэтому и листы делись, мы не знаем, они нам не дали. И все. И у этого не приложили. Судья сказала, это незаконно. Экспертиза, вы ее оплатили, и значит, она, короче, не нужна здесь. Потому что она опровергает все их долги. Потому что она там говорится, что этого ДТП не было и не могло быть. В касаться на экспертизу тоже ссылались? Да, ссылались, и бесполезно. Прокуратура стала, все законно, мы все проверили, все законно, все в рамках закона, нарушений никаких нет. И еще там такой момент, там номер коровы, который они предоставили, мы ее сделали запрос в нашу ВИД-станцию, данная корова на протяжении 10 лет обработку не проходила. Какую корову я сбил, так и не понятно. сделали запрос с той целью, чтобы установить владельца по этому номеру, они же корову ходят. предоставили номер этой коровы, и мы этот номер взяли с уголовного дела и сделали запрос в нашу ВИД-станцию. Они говорят, что данная корова с данным номером в протяжении 10 лет по обработке не проходила и у них на учете нечисли. То есть неизвестно, чья корова? Непонятная корова. И мало того, что непонятная корова, даже следачка не выяснила даже адрес, по которому было совершено. Там дом 8 стоит, это вообще там в середине улицы, а здесь дом 5. Они даже это не установили, где было. Они сказали, да это не имеет значения, какая разница, где было совершено запрос. Оно же было. Значит, все. А то, что там дом 8 стоит, ну, какая разница, что дом 5 было ДТП, ну, 8 написали. Ну, ничего страшного. Ничего не доказано, я же говорю. А по факту пишут. Я понял. А вам касационную жалобу кто писал? Адвокат. Адвокат мы уже второго наняли. Первый там засланный был, он вообще просидел, нас протянул там полгода с правами, мы там его за срок, а потом только касацию написали. И то там в касацию мы уже набрались немножко опыта, вас слушаем, еще юристов, и понимаем, что там, ну, вообще, он туда ничего не заложил. Только деньги тянуло, и все, больше ничего. А на скольких листах была касация? 19. 19 страниц? Да. Или листов? Ну, листов, да. Охренеть. Ну, понятно. Ну, очевидно, почему там никто даже не читал вашу касацию, просто оставить в Сирии, да и все. Кому нахрен это надо? Ну, мы и не ездили туда. Ну, понятно. Ну, понятно. Ну, там, другой юрист исцелился, и у нас второй юрист уже уголовное дело в конце уже прям последнего ввери заскакивал там. И тоже непонятно. Как мы уже этого когда намели, когда у нас уже дело в суд собрали? Ну, да. И мы уже с другого юриста, да. уже поняли, что с этим вообще мы там не то, что там даже в дело ничего не вложили. Он так у нас промырызил. А вы подозреваете, что владелец коровы сам сломал ногу корове, да? Зять, я думаю, сломал. А какая цель была с целью? С целью призвать меня в порядку и опустить меня на деньги. Вот так цель. То есть, чтобы сделать заведомо ложные обвинения вас в том, что как будто это сделали вы, потому что обстоятельства так удачно сложились, что вас можно в этом обвинить. Ну, да. Они долго ждали с этого момента. И вот как бы... Просто понимаете, хозяина не было в этот момент, он поехал за вид врачом. А там только оставался взять и дочка. Вот шесть... А менты еще уехали уже от начала седьмого. А менты, получается, постояли там с пол первого до шести вечера, там где-то до половины седьмого они уехали от меня. То есть, получается... Если кто лежит в бедра, корова лежит. То есть, получается, что вот корова, скажем так, после ДТП находится, приехали сотрудники полиции, вы находитесь, все это было... Ну, происходило, да? Нет, нет, нет. Я был дома, я как подогнал, приехал домой, управлялся, даю своих коров. Они приезжают до меня начала третьего и говорят, что у тебя ДТП. Нет, начала третьего, с 14 чем-то. И у них на видеокамеру попадает на их... Они снимали на свой сотовый телефон, его сотрудник, снимает, и когда они мне зачитывают типа права и дают расписаться, у них схема уже на планшете составлено. И прям видно четко, что составлена она в 2 часа там с копейками. Этого главного свидетеля еще не было, он еще был на работе. Они меня просили, я прихожу туда, корова стоит, я говорю, что с коровой? Она говорит, да ты ее уничтожил. Я говорю, в смысле уничтожил корову, все нормально. И понеслось там, мат-перемат, драки. Менты говорят, если вы сейчас не перестанете рваться, мы уедем. Я вообще обалдел, ничего себе. А вы вот, самое важное, что когда вас обвиняли, вы, ну, надо было зафиксировать там ноги у коровы, в чем повреждение, никак не фиксировалось это вами? Нет, на видео попало, там есть, я видео в телефон включил, ну, это же вы сами понимаете, вот это русское там, воспитание там же, это же, сейчас понятно, у нас не было просто ранее опыта с этими вообще уголовными такими вот делами, мы не занимались. Сейчас мы, конечно, уже, да, там, по опыту уже и камеру включишь, и все. Но оно попало, телефон у меня был включен, просто я явно не снимал. Я просто включил... Но эта видеозапись в суде исследовалась? Да, исследовалась, но судья говорит, это все хорошо, а то, что корова перемещается и ходит, она этого не увидела. Ну, там ее просто видно в доле секунды, там три секунды, где видно, что животное стоит и двигается, а основной видеоролик идет три минуты и на этих трех минутах там одна только брань, скандалы и ругань. Вот из этих трех минут там три секунды только стоячая корова. Да как мне связь, там больше. Ну, не важно. Ну, там в трех файлах мы просто делали распечатку фотографий, переворачивали, и прямо видно, что она перемещается, пасется, ест там, как бы попадает. Видно ее схему движения. А там даже на видеорегистратор на их не попало, когда они от дома уезжали. Корова стояла, а они троем стоят перед ней, чтобы она не ушла. И корова стоит на всех четырех ногах, понимаете, возле соседского двора. Понятно. И они говорят, что это незначительно. Ну, судья в приговоре должна была опровергнуть это, что он там, как-то должен был мотивировать, почему он не берет во внимание ваши доводы о том, что у Ковровы ничего не повреждено, что подтверждается видеозаписью. Она же должна была написать, что... Смотрите, подождите, если в материалах уголовного дела есть доказательства под названием видеозапись, если на этой видеозаписи что-то зафиксированное, в судебном заседании это изучалось, на это обращалось внимание, судья не может это проигнорировать. Если она это проигнорирует, то вышестоящий суд должен отменить этот приговор, потому что он является необоснованным. То есть доводы, которые там изложены, они должны быть опровергнуты. А если они просто игнорируются, на них никак не реагируют, не отвечают, то, соответственно, такой приговор подлежит отмене. Ну, это мы понимаем. Как это сделать? Если суд, даже инстанция выше из Краснодара, они тоже говорят, что все хорошо. Надо читать касационную апелляционную жалобу. Надо читать, что там вообще написано. Потому что то, что вы сейчас мне говорите, это существенное нарушение. Это основные моменты. Касационный суд, Верховный суд, они будут рассматривать только процессуальные нарушения. И то, что вы сейчас говорите, это грубые процессуальные нарушения. Если судья не дала оценку тем или иным доказательствам, то это считается нарушением. Они с адвокатом приложили флешку, включили видеозаписи. И потом следователь пригласила потерпевшего, чтобы он не разместил, что по какой причине корова, вы же сказали, что она ранее у вас не вставала, что упала и лежала. И он уже тогда дал показания потерпевшей, что он якобы корову проколол ножкой, не токсом. И она после этого поднялась. И она передвигалась и стояла, потом ложилась. У коровы было злок, но там прям целая... Смотрите, вот если сломана нога, то колите что угодно, она уже не встанет. Да, это ведь врач заявил. Да. Но просто когда... Там есть фотографии, они предоставили через бампер этот, изъяли через полгода кусок бампера он сдал на уголовном деле в декабре, 31 декабря, он его отнес. В августе месяце было ДТП, уголовку возбудили, когда? В сентябре. Скажи, что ДТП-сники-то кусок фрагмента... Не изъяли, они не изъяли. Его забрал потерпевший и хранил у себя дома. До декабря месяца. В августе ДТП, а потом в октябре, да, уголовное дело на нас сдали. Да, и потом в декабре, они 30 или 31 декабря сдали в минцовку, изъяли, фотографии, как вещдок. И через эти потом он нашел у себя фотографии забитой коровы с обезличием, непонятной ни номера, ни бирки и с разгробленной ногой. Что за корова? И мало того, что он корову сдал на 35 тысяч, заявлял своим родственникам, ходил здесь, что он ее сдал на 35 тысяч, и мы видели, что они забили на утро и газелька увезла это мясо, он в суде заявил, что корова, так как проколота было лекарством, это лекарство в течение 30 дней мясо использовать нельзя. И он заявил, что он раздал мясо собакам, родственникам собакам и себе, и своим собакам. Вот так. И он поэтому, а хотя он ее сдал на 35 тысяч, все знают. Ну а свидетели надо было, значит, все знают это слова, надо было свидетелей допрашивать, кто это знает. А они свидетели, которых мы заявляли, они отвергали. Показания давала жена моя приходила, говорила, что вот те-то, те-то, то-то-то, а они говорят, ну и что, это жена, это ж родственник. А то, что там главный свидетель, получается, зять везде проходит, и в ДТП, и по уголовке, это все хорошо. Они даже на суде мы им задаем вопрос, вы вместе живете? Они говорят, нет. Они не подтверждают, хотя они вот вместе живут уже, там, 4 года, она уже беременна, от него, и они говорят, что нет, мы не родственники, мы просто знакомы. Да, с этих, с одноклассников, с WhatsApp, там, ну, короче, соцсетей, где они вместе, там, все. А она говорит, не-не-не, мы вообще там, просто знакомы. Понятно. Она к нам не тебе отклонила даже эти. Да, она сказала, не-не, это вообще к делу не относится, чего нам тут. Все, прокурор сказал, что это вражеские сети. Вот так, одноклассники. Нет, инстаграм. Нет, одноклассники, он сказал. У вас там как, несчастные случаи случаются, нет? Где? Ну, у вас, это, несчастные случаи случаются, нет? Бывает. Ну, мне тоже кажется, что как-то, ну, странно, почему до сих пор ни у кого-то не случились, несчастные случаи? Ну, воспитание такое у нас неправильное. Ну, а смотрите, что получается. Вот, дают ложные показания, фабрикуют уголовные дела, и вы считаете, это так должно пройти, так все нормально? Ну, а чего? То есть, идти их расстреливать? Нет, зачем расстреливать? Никто не говорит расстреливать, зачем? Ну, ни в коем случае. Зачем из-за каких-то дураков садиться куда-то? Нет, я говорю, несчастные случаи. Вы понимаете разницу между несчастным случаем? но очень трудно несчастные случаи, что произошло. Ну, это уже по-разному бывает. Вот так вот живешь, живешь все время, а потом раз, и несчастный случай. Ну, это как, да, вот тоже юрист, особо опасный, юрист Коснодара, как он говорит, Сергей, этот, Зимцов, говорит, гром, гром, как это, бог, бог, молнии, говорит, прокурора, тачка сгорела, у мента дома, громовер же с молнией, бах, ну и все. Ну, какие еще варианты могут быть, понимаете? Вы посмотрите, что у нас в стране творится. У нас нету законов, у нас законы не соблюдаются. У нас... Как в этом-то вся и причина, да, ну, тоже, получается, знаете, как бы, я этого не совершал, да, ну, я же пошел, я же не знал, что у нас так законы не работают, не было опыта, и мы, получается, пошли, ну, добиваться справедливости. Закон есть, ты не совершал, да, как бы, тут доказательства, кто тебе врут, это все, ну, мы же все поперли, юриста там, одного, второго, давай справедливость, все, тратим время, деингенируют, идут, а потом, оказывается, проще было отдать эти, там, 70 тысяч, он просил за эту корову отдать, было перекреститься, и все. Ну, ты же за справедливость идешь, ты же, ты же, ты же не виноват, и вот эта твоя борьба за справедливость тебе была здесь по факту, боком. А люди ходят, довольные, врут, я же говорю, это... Ну, понятно, да. То есть, есть способы, решить ту или иную проблему разными путями, причем гораздо дешевле. Вот, вы в большой сложности потратили очень много денег на адвокатов, на то, на то. Вот, если вот эту сумму собрать, и даже там какую-то часть взять, и, условно говоря, потратить на что-то, да, это бы уже 10 раз бы купило, он бы на коленях приполз бы, с извинениями и тому подобное. Ну, тут немножко ситуация другая, там, есть люди, которые стоят за этим всем. Вот в чем вся еще задворка. Ну, значит, здесь получается прям какая-то там коррупционная составляющая, что он там мясом делится с судьями. Коррупционная составляющая понимали или нет? Я знал это, что это так, я знал, кто это все замутил, я просто, ну, я не думал, что вот реально так все, юристы, да, там, сейчас, ну, я же вижу, что вот тут, то, то, что прокуратура, суд вот так вот, что поведет себя, у нас просто не было опыта, а теперь-то мы уже понимаем, что... Такого у нас же с этим уголовным делом, он же написал в полицию, заявление, они сказали, что нету ничего, нарушение, нет, а возбуждение, вот это, уничтожение, участковый провел свое расследование, написал, что нет состава преступления, и якобы дело это закрыл, он написал заявление в прокуратуру, и уже на нас возбуждает дело прокуратура, ну, получается, теперь с прокуратурой, бодажницы, ну, что с вук, с Нинтожкой, хотя сам участковый говорит, а чего тут до тюп-то и не было, что тебе тут понаписали, а ему еще за это выговорили, что он так написал, что там ничего не было, цепочка-то пошла, сначала права, а потом уголовку, я без права годы три проходил, экзамены выучился заново, у меня просто первый класс права, поэтому, как бы, там, все до кучи, ружье забрали, у меня сейчас ружье тоже, опять экзамены надо сдавать, опять ходить, медосвидетельствование, одни только затраты, жиры коровы, это стало уже просто золотая.